так привет давайте я не буду долго говорить я смотрю здесь осталось очень много людей из тарантула и мало не из тарантула вот видимо все уж подустали но я все равно хочу закрыть это все тем что расскажу про какие-то ну если не планы то какие-то принципы руководящие как мы хотим дальше все это развивать вот во первых почему мы сделали все эти фреймворки там средства управления и так далее вот в основном потому что мы сами страдаем от того что нет каких-то общих практик для разработки не было вот мы пишем много софта на тарантуле сами мы пишем на нем коммерческие решения и несмотря на то что сам по себе тарантул как инструмент быстрый гибкий так далее на нем много чего можно сделать но в реальности когда неподготовленные пользователи даже наши новички начинают на тарантуле разрабатывать они втыкаются в очень длинный цикл обучения мы хотим этого избежать вот и в будущем мы хотим прийти к ситуации когда у нас а ведь как у нас есть у нас как получается у нас есть база данных сервер приложений поверх сервера приложения у нас есть написанные средства оркестрации уже средства управления инстансами средства разработки и так далее и благодаря тому что мы сейчас контролируем весь вот этот вот стек снизу до верху мы можем немножко логически продолжив всю эту картину сделать максимально интегрированное средство до 1 до 3 к чему это я до максимально интегрированное средство пользователи когда вот сейчас как как я себе представляю рынок вообще есть очень много продуктов есть куча разных баз данных и разбираться почему какая-то база данных или какая-то технология хорошая вникать в нее осиливать порог вхождения могут только люди у которых есть почему-то большой импульс к этому а мы хотим увеличить подобно этой технологии сделал так чтобы новые люди приходили бы и могли бы ей попользоваться вот поэтому мы хотим сделать так чтобы от начала от знакомства с технологии от входа на сайт до того что пользователь сделает на нашей технологии решения проходили бы ну часы да не не недели и месяцы вот причем по возможности так чтобы человек мог бы это решение задеплоить в продакшн что это значит что что для этого нужно в первую очередь для этого нужно нужны средства разработки более продвинутые сейчас например в тарантуле нет хорошей интеграции и да и дебаггеров нет удобного способа доставки кода начиная с того момента когда разработчик написал этот код до момента выкатки в продакшн я так да да спасибо в чем тут проблема когда вы начинаете писать код на незнакомом инструменте любой любое отвлечение внимания приводит к тому что ну или там любая сложность может привести к тому что вы скажете на его нафиг инструмент у меня интересен вот я не хочу даже иметь с ним дело складывается ну учитывая что сколько мы видим хорошо принципе продуманных там лендинг страниц в интернете пользователей в принципе научены тому что инструмент должен быть простым в понимании они уже ну это как-то выглядит как не очень даже может быть уважительно когда есть длинный длинный такой цикл вхождения вот мы хотим этот цикл вхождения убрать к чему мы хотим прийти в пределе мы хотим в пределе прийти к тому чтобы пользователь мог бы запустить один докер контейнер приконнектиться к нему через браузер и начать разрабатывать вот полностью через встроенные в его веб-браузер технологии то есть пишет код отлаживает код каких-то простых сценариях и дальше он деплой этот код в облако и его код начинает работать в какой-то распределенной конфигурации вот и мне лично видится что по другому мы наверное не сможем завоевать какое-то массовое внимание это не значит что мы собираемся вносить какие-то глубокие изменения в тарантул это все касается того что благодаря тому что тарантул гибкий и благодаря тому что у него есть удобные языки расширения мы можем сделать это даже не внося каких-то больших изменений в кору вот как мы сделали фреймворк мы сделали оператор мы сделали data grid все это работает вот благодаря этим инструментом мы практически не никаких изменений в тарантул не вносили все изменения они были очень точечные их сделала кори команда по нашему по нашей просьбе так мы и хотим дальше двигаться значит что нас ждет в ближайшее время как как мы сегодня обсуждали очень не хватает интеграции с средствами распределенного хранения топологии это там консул эти сиди очень не хватает многим людям способов написания деле ли распределенного очень не хватает готовых средств доступа к данным распределенным вот но это все мелочи самые большие изменения будут уже в следующем году они будут касаться именно более удобные нативные разработки вот без вот такого длинного цикла с максимально проработанными этапами и самое главное что я хочу к чему я хочу всех призвать к тому чтобы вы активно участвовали в формирование этих фич потому что для себя в принципе мы все это сделаем без для нашей собственной коммерческой разработки без вашего фидбэка мы в принципе слепы то есть хотелось бы узнать что вы конкретно всем обо всем этом думаете понять в каких сценариях вы это используете где у вас возникают проблемы и приходите рассказывайте мы вас послушаем и сделаем возможно что-то что вам очень хотелось бы вот всем спасибо вопрос и давай в петличку поговорю опять детский вопрос раз средства разработки вот настолько удобными удобными интегрированными слышно и для пользователя не потребует так скажем большого порога вхождения как видятся перспективы монетизации как мы будем продавать ну может быть не саму технологию но как наше бизнес подразделение будет продолжать жить как будем зарабатывать деньги если все наши нынешние заказчики могут настолько легко решить свои проблемы сами но я не знаю но вот ты 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 смотрел на то 1 на то чем обычно дифференцируется enterprise от не интерпрайза вообще как бы разработка это далеко не всегда проблема ну проблема интерпрайза до бы большая то есть помимо разработки в enterprise есть еще куча других требований это аудит это безопасность это ну всякие требования к тому как как софт должен быть организован это тренинги это куча куча сопроводительных штук даже вот если остановиться на одной только безопасности то вот у нас в россии есть требования к ну к систему вот например есть тот же самый в стек есть более безопасность система они например требуют чтобы ну или вот если мы говорим про 50 деса да там требования к тому как должны ротироваться пароли к тому как какие как как какие группы пользователей должны друг с взаимодействовать это вот классически вот эти вот вещи связанные с security аудитом и так далее с некоторым некоторым функционалом работы в супер больших кластерах например и так далее но они например относятся к enterprise функциональности но это на вопрос такой большой фич который как который дифференцирует безопасно дифференцирует enterprise от не интерпрайза их в принципе много потому что то что как правило то что нужно разработчикам в open source это все ну как бы мапируется на enterprise хорошо обратно не очень то есть принципе даже тоже классика совсем интеграция с корпоративными средствами доступа там актив директы или другие директории это все open source комьюнити по большому счету не нужно вот но хороший дифференциатор то есть мы будем как-то показать что мы можем это сделать решение есть но они не будут доступны настолько легко вот но потом смотри вот но мы написали дэйты гриндак про который сильно был доклад дэйты грид это коммерческий продукт он не выходит в open source в нем существенно больше чем будет в тарантуле ну и не снизу не в тарантуле а вот в этих всех фреймворках в средствах дэйты грид пока будет оставаться точно коммерческим хороший пример вот потом у нас есть другие продукты мы же не только дэйты грид нас есть mdm решение у нас есть channel control решение все такое поэтому все они тоже коммерческие они сделаны на основе тарантула мы их продаем нормально спасибо еще вопросы сейчас я посмотрю может у кого-то из чата там что-то накопилось не в чате в чате мне говорят не стучать что все слышно так ну хорошо теперь теперь нам нужно хорошенько отметить наши релизы вот приходите короче найдите нас вечер все всем до встречи